ох ребята как офигенно в москве летом паш так близко мы с тобой еще никогда не были давай друзья добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас будет два офигенных интервью первое это антон мажирин это основатель freelance.ru это компания которую он продал сегодня он продал ее за 500 миллионов рублей с ним есть о чем поговорить и второй наш гость это микаэль ян микаэль создал компанию мэнни чат у нее сейчас два офиса в лос-анджелесе и в москве эта площадка на которой каждый может создать себе чат-бот в фейсбуке или в телеграме это сейчас крупнейшая площадка во всем мире короче друзья смотрите до самого конца и не переключайтесь расскажи про первые инвестиции которые вы подняли как-то был это наверно можно да да дайте нам денег у ребят а я у него уперся как баран и три года значит на одном месте сто именно в этом в этом и весь смысл то что тебе не нужно ничего ты можешь просто взять и собрать себе вот что-то давай это продадим вот топ популярных ошибок всех стартаперов салютный эксклюзив вообще представляете себе при друзья мы в гостях у микаэль я на это основатель компании мы мечат я на самом деле сергей касанка это а это просто куклы которые держу в руке это не я это я говорил на самом деле это был мой голос они и и понятно короче мы приехали к микаэль яну и сейчас его своим познакомлю это микаэль я супер крутой успешный стартапер который сделал эту платформу это мессенджер давай попробуй меня мессенджер маркетинг платформ мессенджер маркетинг платформ давай простыми словами помогаем бизнесом общаться с клиентами через мессенджеры и причина по которой бизнес это делают это потому что мессенджер это самые популярные приложения сейчас на наших телефонах одна из вещей это замена email маркетингу на самом деле там сильно больше областей применения для этого в итоге все общение между клиентами бизнеса не будет идти через мессенджер это наше видение огонь пять миллионов долларов инвестиций сколько пользователей 300 тысяч подключенных facebook страниц и сколько компаний лет мы начали в середине 2015 года но на фейсбуке мы запустились буквально два года назад два года назад вы сейчас прибыли мы можем сгенерировать кэш как бы мы его мы специально этого не делаем потому что мы все инвестируем то есть если у тебя есть стартап зачем тебе нужен профит короче крутые результаты крутые цифры как все это началось откуда вообще идея 2015 году telegram открыл свое и 5 для отправки сообщений если говорить обычным языком то telegram был закрытой платформой а стал открытой платформы который позволил разработчикам таким как мы делать по сути приложение для этой платформы и мы сделали первый такой мессенджер маркетинговую платформу для telegram а по сути что мы сделали мы позволили людям делать рассылки внутри бота ну возможно для telegram а как бы наверное нужно сказать что там не первое смысл в том что когда я пытался сделать бота для telegram а я просто не смог этого сделать потому что у меня есть технический бэкграунд но когда я там четыре часа там настраивал сервера поднимал база данных просто для того чтобы сделать рассылку внутри telegram я понял что никто этим заниматься не будет я позвонил своему техническому кафандру человеку который намного лучше меня разбирается как это можно было бы сделать и сказал слушай нам нужно сделать платформу на которой человек который не владеет программирование сможет делать рассылку внутри telegram и это было на самом деле немногие помнят об этом боты появились в телеграме раньше чем каналы по сути до каналов еще мы сделали возможность общаться со своей аудитории через telegram а потом когда мы это сделали то стало ясно что это не просто про рассылки что на самом деле тебе нужно очень много вещей делать как бизнесу тебе нужно автоматизировать бизнес процесса тебе нужно определить маркетинг на все возможные продажи поддержку и так далее и так далее и это все превратилось в такую идею того как помочь бизнесу прийти в messenger как как это происходило да смотри значит как все происходило я учился Вначале в обычной школе в Москве Потом я уехал на один год в Америку Отучился один год в публичной школе около Чикаго Есть пригород, называется Шамбург Приехал обратно, отучился еще пару классов Еще одной школе в Москве А потом поступил в лице информационных технологий ЛИТ, 15-33 Место, где я нашел прямо друзей на всю жизнь И еще научился всему тому, что я знаю по поводу технологий После лицея я поступил в вышку на факультет международной экономики и финансов Но я там отучился буквально один год После первых полугода я понял, что у меня нет времени заниматься своими проектами От слова вообще То есть ты уже тогда у тебя были какие-то проекты? Наверное еще не проекты, но были уже какие-то очень серьезные увлечения На которые я хотел тратить много времени Начиная от бизнеса, заканчивая психологией, философией и всем остальным И итогом всего этого было бы то, что я бы получил экономическое образование Что было бы, конечно, классно Но к этому моменту стало ясно, что для того, чтобы делать свой бизнес Экономическое образование на самом деле не нужно И, собственно, в тот момент я принял решение, что я перейду на психфак Я, так сказать, такой гордый пришел на психфак Сказал, типа, ребята, я с МИЭФа Значит, я перевожусь на психфак Мне на психфаке сказали, что, чувак, у тебя есть незакрытые экзамены? Я говорю, я вообще ничего не закрывал Они говорят, слушай, если у тебя есть долги, мы тебя не возьмем Нам, типа, не нужны люди, которые, типа, с долгами Перепоступай Остался месяц до экзаменов И я за, там, вот этот месяц Четыре года биологии, значит, проштудировал по-быстрому Дал, поступил на бесплатное на психфак вышку И, собственно, его и закончил И считаю, что, наверное, психологическое образование это одно из лучших Не экономика Не экономика Это, кстати, ты вообще первый человек, который сказал, что, первое, надо учиться в УЗИ Так говорят, 50 на 50 Надо, не надо Но первый человек, который сказал, что надо учиться на психфаке Ребята, так что, кто на психологическом факультете, не расстраивайтесь, все нормально Не обязательно экономика, финансы, маркетинг нет Вот, у вас хорошо Видите, есть хороший пример Так, друзья, вот и Антон, живой человек, настоящий Который продал компанию за 500 миллионов рублей Да, но не всю Ну, то есть, у меня часть была компании Часть компании Компания freelance.ru Скажи кратко, что это такое Это самый крупный сайт для поиска фрилансеров в Рунете База порядка 5-6 миллионов где-то человек Он существует где-то 13 лет уже В месяц 50 тысяч проектов И постится для того, чтобы выполнить какую-то работу Как оценка 500 миллионов рублей, как она формируется? У нас это уже третий раунд Первый раунд, это когда уже 2006 год Нас купил сам Юрий Минер Кто не знает, это самый известный инвестор из России Покупает там Фейсбуки, там Инстаграм и прочее, прочее, прочее Он самый известный мужик Соответственно, они на нас вышли и предложили продать час доли И вот первая инвестиция в нас была тогда Давай вот про сейчас То есть 500 миллионов рублей, они падают на счет куда-то или как это происходит? Да, падают на счет Ты с утра просыпаешься Сколько тебе пришло денег? Ты, конечно, хитрые вопросы задаешь Но, к сожалению, мы не можем раскрывать результаты А так как известна моя доля Можно вычислить общую сумму Вот это 30% доли? Так как это уже третий раунд У меня оставалось примерно 18% 18%? То есть, короче, около 100 миллионов рублей? Ну, типа того Так скажем То есть, прямо сейчас у тебя на карте около сотки? Да, ты еще адрес мой скажи и телефон Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Слушай, ты никуда далеко не уйдешь отсюда Поэтому нет никуда День ВДВ просто Поэтому Да, мы выступим Ребята, сегодня мы снимаем День ВДВ С момента, когда вот третий раунд Ну, была идея А, третий раунд Ну, у нас была там определенная ситуация С моим партнером И тогда был второй раунд Когда к нам зашли инвесторы вторые И мы там что-то сделали То есть, мы ужали компанию Там работало 80 человек Сейчас там работает 10 человек Гораздо продуктивнее, чем работали 8 То есть, погоди Компания, которую оценили в 500 миллионов рублей В ней работают 10 человек Да Вот это да Тебе падают деньги на счет Ты приходишь к ним в офис И говоришь Ребята, все, я пошел Дальше вы сами Ну, так, по примеру Нет, нет По факту Нет, по факту не так Ведутся предварительные переговоры С тем, кто хочет купить Кстати, у нас купил Мордашов Это Севергург Да, это самый богатый человек в России На данный момент Им нужен был какой-то проект На котором люди, которые научились Фонетологии Там, ну, как-то реализовывали бы свои навыки Монтология Это проект, обучающий Да Максим середонов Это обучение в разных отраслях В том числе и в IT Если эти две штуки склеить Там получится, что люди постоянно в этой инфраструктуре вращают Ну, и, соответственно, они приходят к нам И говорят Ребята, вот у нас есть вот такая история Давайте посмотрим, что как Готовы, не готовы продавать Ну, мы посовещались с акционерами Соответственно, они начинают проверять Сколько у тебя приход денег Какая беда Ну, все вот эти вот Насколько мы устойчивы В технологическом плане и так далее То есть очень большая такая, на самом деле, процедура идет А скажи, сколько у вас была первая вот цена, за которую вы хотели продаться? Это, наверное, можно говорить, да? Да, ну, это же... Да, мы хотели продаться за 850 За 850? В итоге, по факту, 500 Вот не по факту, вот неизвестно А, нет, финально Ну, типа, в Коммерсанте написано 500-700 Да Что-то такое Да Вас оценили, они говорят, все, в принципе, парни, нормально Вот по такой цене может купить Ну, да, потом мы советуем все такие Ну, окей Это когда вам случилось? Вот я сейчас еду от акционеров Прямо сейчас? Да, сейчас еду к себе Ребята, это абсолютно эксклюзив вообще Представляете себе? Прямо сейчас совершила сделка Друзья, прямо сейчас Посчитайте, сколько стоит ваша компания Есть много способов Давайте один возьмем примерный Ваша ебеда То есть это чистая прибыль за последний год И умножайте на 2-10 Это большая вилка Но она зависит от того, в какой области вы работаете Почитайте в интернете, какие есть коэффициенты И поймите, сколько стоит ваша компания И напишите в комментариях, сколько это Я надеюсь, что у нас тут долларовые миллионеры Как минимум каждый второй Короче, сделайте это прямо сейчас Скажи, что чувствует человек Которому приходит около 100 миллионов рублей на счет? Он чувствует облегчение Вот, потому что У меня уже нет такого заряда, как от первой сделки То есть вот когда тогда было В 2007 году Там было Ууу, ребята, вот это вот все Самое интересное, это как все началось История была такая, что я сидя в Златоусте Начал заниматься дизайном Что там делать там, собственно Ты пытаешься что-то сделать, выбраться А там еще диалап, ты понимаешь? Там вот это вот В интернет входят люди так Я начал интересоваться дизайном Там Артемий Леби, все Я увидел, что Марат Гельман Знаешь Марата Гельман Это у нас главный мужик по современному искусству Он был зам первого канала Эрнста Зам Эрнста, значит Ну такой довольно известный мужик В среде искусства Он проводил тогда конкурс, который назывался Арт Флэш 2001 Это Флэш, помнишь Флэш? Это программа, в которой Масянь Ааа, помню, помню, да Слушка в том, что тогда Марат Гельман устраивал конкурс А Шлэш 2001 И получилось, короче, так, что я в нем победил То есть парень из Златоуста Приехал в Москву Тут тебе Марат Гельман вручает 300 баксов Ты такой, ё, ни хрена себе 300 баксов Можно, в принципе, уже сворачивать бизнес Да, все Я уезжаю в кругосветку Я, значит, приехал в Златоуста Положил аккуратненько книжечку, денежки А дальше, соответственно, меня стали, ну, писать Кто-то что-то звонить, приглашать куда-то Один мужик довольно известный в Питере Сказал, я знаю Сергея Брина Вот через одно рукопожатие Мне сказал Я тоже хочу какую-то такую тему Давай с тобой вот начнем что-то вот мутить в интернете Давай начнем с дизайн-студии И он меня пригласил делать дизайн-студию Я был арт-директором Какое-то время жили, а потом мы поняли, что не хватает Вот этого сайта, да, на котором мы бы по определенным параметрам Вот поставили бы галочки и нашли бы себе человек Потому что у нас часто бывало так, что приходилось кого-то искать Какой-нибудь 3D там Дизайнера Да, 3D Я сам нарисовал весь интерфейс, хотя нифига не умел вот эти вот большие сайты делать Разложишь, нарисуешь в фотошопе вот один, второй, третий, четверок макет 15 этих листов Потом мы решаем изменить одну кнопку Ты перерисовываешь на всех, короче, этих 15 В общем, первый запуск был, по-моему, в 2004 году Мы взяли первую волну там хайпа, как сейчас говорят Решили это все дело переделать Представь, сейчас бы стартап запустил ты Потом, а, ребят, дать я через полгода еще еще не сделать Тогда это можно... Вы открыли-закрыли? Да, 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 мы закрыли Это интересное решение Да, да, очень интересное решение Вот, ну, мы что-то переделали и вот второй запуск, он уже был 14 мая, по-моему, 2005 года, который сейчас является днем фрилансеров Это я, кстати, придумал день фрилансеров Расскажи про первые инвестиции, которые вы подняли, как это было? Слушай, это были, как бы, чисто такие российского формата инвестиции Когда ты ходишь просто по людям с деньгами и говоришь Слушай, есть такая вот идея, дайте нам денег То есть вы просто искали в интернете? Нет, ну, знакомства, какие-то там интро, какие-то выходы Ну, то есть, да, вплоть до того, чтобы там находить людей, как бы, в холодную и так далее Сколько ты сделал печи, вот это, чтобы поднять первый проект? Первый, наверное, не будет показательным Потому что на первом, как мы только начали, как бы, общаться с народом И нашелся человек, который, как бы, в это поверил и сказал, типа, я вам дам денег При этом человек не из индустрии То есть это то, что называется, как бы, в такие деньги, как бы, не стратегические Потому что просто он не может дать, как бы, тебе стратегического преимущества, как инвестор в плане движения Мы поняли миллион долларов На первый проект? Да, да Вау, нормально That's not bad То есть миллион долларов вам дал человек Да На проект, у вас не было опыта Да У нас не было команды У вас не было команды, просто была, типа, идея Да И вы сказали Это довольно интересно Подожди, а есть телефон? Нет Смысл уже не в том, чтобы поднять, как бы, деньги, как бы, и так далее У кого-то есть деньги, и кто слышал про то, что есть, как бы, такая штука, как интернет-проекта И для этого человека миллион долларов, как бы, это, там, ну, типа, ну, пусть и ребята пойдут что-нибудь сделают Совершенно другая, как бы, ситуация, чем если ты говоришь, как бы, с, там, какими-то профессиональными инвесторами, которые... Это их работа Это их работа, инвестировать, как бы, в стартапы Это то, что было, как бы, с нами, вот, в следующий раз, когда мы поднимали деньги И для этого человека миллион долларов это было не... Расскажи про момент, когда вы решили привлечь первые деньги Вот эти вот миллион долларов Да, 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 мы не хотели продавать компанию Кстати, ребята, никому не советую продавать компанию, хотя бы даже частично, если вы можете это вот не делать, не делайте Когда ты создаешь компанию, у тебя есть два варианта Первое, ты получаешь дивиденды, да, и каждый месяц просто получаешь деньги, на это живешь, развиваешь компанию Есть второй вариант, ты голодаешь, нет денег, и ты достигаешь большой капитализации, и потом ее продаешь Вот есть два таких пути Ну, лучше идти первым Ты вообще за какой? Естественно, за первый, потому что тут у тебя под контролем твоя компания Ты можешь что-то там внедрить, изменить, есть какой-то объект для твоего творчества Более того, он тебе ежемесячно приносит доход определенный, и ты можешь, соответственно, дальше конвертировать этот доход опять в свое творчество, либо жить на эти деньги Если ты грызешь камни, ты не получаешь никакого радости и удовольствия от жизни вообще То есть ты, блин, работаешь на какое-то будущее, которое может не наступить, по сути Ты делаешь эту компанию без радости, она и получается такая, ну, то есть без радости То есть ты уже не клиентоориентированно становишься, злишься, орешь на сотрудничество Зачем это надо? То есть если бы я мог не продавать, я бы не продавал Что я сейчас буду делать? Ну, во-первых, у меня... С деньгами? Да, с деньгами Во-первых, у меня есть мои партнеры, которые участвовали со мной в ФЛ Да, частично я зайду в их бизнес, частично А потом... Зайду это, то есть ты проинвестируешь, купишь какую-то долю? Ну, да Я же заканчивал, значит, факультет робототехники У меня поступило предложение, опять же от моего друга, сделать сеть кружков робототехники для детей Как бы возникает проблема, куда тебе инвестировать эти деньги, чтобы с них получать хотя бы тот же доход, что ты получал, когда они были там, понимаешь? Если есть возможность не продавать, лучше не продавать, вот не частично, не полностью никак Потому что я считаю, что бизнес должен приносить удовольствие Ты будешь радость, еще и деньги, понимаешь? Стопудово сейчас нас смотрят предприниматели, которые делают бизнес Кто-то 5 лет уже страдает То есть он тянет, и он и так уже, и больше все долгов там, еще вот Вот что ему делать еще? Дело в том, что надо понять Эта жизнь, она создана для того, чтобы ты прожил ее радостно Вот не то, чтобы бред жизни все, вот этот бред вот этот А чтобы вот, ну, ты получал радость каждый день И каждый человек способен на это Ну, там, не знаю, высшая сила, вселенная Тебе говорит о том, у нее только два инструмента есть Либо радость, либо страдание Если это страдание, значит, ты не туда запилил, парень Ну, выйди ты оттуда, посмотри То есть, как бы, получается ситуация, что чистое поле, значит, с бабосами И тут стоит столб И я у него уперся, как баран И три года, значит, на одном месте стою Ну, что это за история? Надо посмотреть там, где есть радость Ну, а она есть Ее можно найти Яндекс, не надо привлекать лишний денег Да То есть, по факту, ты пожалел, что привлек Ну, там, два в одном, на самом деле Не то, что я пожалел Просто у нас все в жизни так происходит С одной стороны, кажется, фейл А с другой стороны, вроде, ты получаешь от этого и бонус какой-то У меня вот так всегда, два в одном Вот, то есть, например, вот компания Яндекс Почему они молодцы? Почему они делают хороший продукт сейчас? Потому что в свое время, когда тот же самый Миллер ходил и скупал Майлру Групп и другие компании Он не смог зайти в Яндекс, потому что основатели там, короче, они не продали мне Да И они остались два собственника, и поэтому компания вот сейчас выглядит так, как она выглядит То есть, мне кажется, это лидер рынка Да, поэтому, ну, постепенно, да, основатели отодвигают Мой партнер вышел, когда был второй раунд Да Вот Ты такой остался один с новыми инвесторами Я остался один С новыми инвесторами, да, с новым директором, соответственно Какое-то время я воевал, вот что-то удалось там подкрутить, вот, но Но со временем ты понимаешь, что ты уже, например, не можешь перекрасить кнопку в синий цвет Самое-то главное, что ты не можешь им донести, что это надо сделать Слушай, у тебя такая история с Тивом Джобсом Ну, типа того, да Ты вдруг понимаешь, что тебя начинает отодвигать от компании Да И что ты в этот момент чувствуешь? То есть, как бы внутри, как бы такой, типа, а-а-а А ты же еще, ну, мой партнер-то вышел Да А ты, соответственно, остаешься в этой истории И ты, ну, ты управлять не можешь Вот, начались какие-то дивиденды, ну, ты хоть как-то какие-то деньги получаешь, но управлять не можешь И продать не можешь, потому что мы еще не докрутили там все до конца, что хотели И ты, по сути, заложник такой И ты не можешь не делать, да Не можешь То есть, ты ничего не можешь, ты сидишь на месте и вся энергия твоя там Вспомни ситуации какие-то, вот, какие у вас были самые жесткие Ну, ты не очень горячий или как? Ну, блин, как бы Ну, как бы, конечно, там бывают и орешь друг на друга там И дверью хлопаешь и прочее Ну, как бы Драк не было? Нет, драк не было, к счастью Там ребята такие большие То есть идеи были Я хотя и златоуста, ребята, но я понимаю свою весовую категорию Ну, это шутки все, конечно И в какой момент ты понял, что вот, ну, у тебя кипит, кипит, кипит и что дальше? Ну, ты пытаешься что-то изменить То есть, сначала рационально То есть, пытаешься предлагать какие-то вещи Потом иррационально, начнешь орать Еще что-нибудь Еще не работает Вот, и через какое-то время вот эта штука, она в тебе перегорает То есть, ты, ну, как бы, смиряешься с этим Вот, с этим смиряешься и, ну, думаешь, а что дальше-то? Вот, и садишься и думаешь, так, окей, ладно Какие плюсы? То есть, плюсы, ну, есть бабки И ты можешь заняться чем-то, ну, что тебе интересно А какие минусы? Минус такой, что я думал, я Что без меня компания не будет работать Ну, как все основатели То есть, типа, я выйду и все умрет А я вышел и был новый директор И самое, самое ужасное Это когда ты смотришь, думаешь Блин, оно начало работать лучше, чем со мной И это жесть, понимаешь Потому что ты думаешь, блин, а что я не такой гений, что ли? А потом, ну, как бы, ты такой Так, окей, так, есть же мир какой-то Ну, я понимаю, что я вот этот баран, который уперся в столб, соответственно И пытаюсь из него что-то извлечь Оно не получается Ты с этим смиряешься Вот, начинаешь искать какие-то другие варианты Вот, например, тебе Я узнал про твои гивы Давай я расскажу, что такое Это у меня Паша Гитальман, например, говорил про что такое гивы А люди не понимают Смотрите, что такое гивы У меня компания Косенко Медиатим Компания, которая занимается организацией конкурсов в инстаграм Задача у человека Это получить большую аудиторию подписчиков в инстаграме Мы приходим к блогеру К большому У которого там 10 миллионов подписчиков И говорим Оля Бузова Условно Давай мы тебе Дадим денег Дадим тебе айфонов А ты попросишь своих подписчиков подписаться еще на 100 человек Например, или на 50 И подписчики подписываются Люди получают своих подписчиков Оля Бузова получает свои деньги Подписчики получают свои подарки И все счастливы А мы это все организуем И получаем свою маленькую капиталистическую наценку Вот это гивы Ребят, вы часто просили, чтобы я устроил свой личный конкурс Получайте Самый честный и прозрачный конкурс во всем инстаграме 20 призов Ага 4 айфона x 3 apple watch 4 airpods 1 macbook air И еще 3 костюма от JJ Brands И 5 призов по 10 тысяч рублей Да, и на самом деле это очень крутая схема Я так понимаю, что ты ее внедрил Ну, по крайней мере Структурировал Да, структурировал я Они жили в каком-то виде уже 3 года Но вот полгода назад мы пришли на этот рынок И поняли, что там полная вакханалия Что надо бы его менять Вот мы поменяли, создали крутые гивы Где мы гарантируем, что люди дойдут Это самое важное, ребята, гарантия Потому что если напрямую общаться с блогерами Вряд ли ты получишь какую-то гарантию Что тебе вот столько-то подписчиков За столько-то денег придут То есть это нереально Вот Серега это делает То есть как это на меня повлияло Да, расскажи То есть я не особо люблю публичность Ну, то есть я такой как бы Я помню, мы с одним парнем сидели И вот он начал про эти гивы рассказывать И что-то он меня прям заразил А я как раз сидел, что-то надо было делать Я думаю, а что бы не заняться Ну, соответственно, закинул денег И пошел народ То, что как бы получается в итоге Это даже, может быть, и не передать на вебинаре На котором ты говоришь Потому что это какое-то внутреннее энергетическое изменение Качественное Потому что когда люди приходят Ты такой, так, блин, что-то делать надо Понимаешь? Это раньше было 200 подписчиков Да, да, у меня там 900 было Ну, 200 по сути И тут, короче, тебе наваливается Сразу 100 тысяч человек Ты такой, е-мое То есть у меня даже стресс был, если честно Я такой, так, что надо Как это делать два поста в день? Это шло такое 6 торис У тебя было много ошибок Да? Были сколько-то потерянных миллионов долларов Сколько-то потерянных лет Мне кажется, что относиться к этому ко всему делу Как к потерям годам Я был ни в коем случае В своей голове, во всяком случае, я так не делаю Потому что мне кажется, что это Была тот самый необходимый опыт Для того, чтобы то, что мы сейчас делаем Могло, как бы, лететь И это была та самая необходимая тренировка Да, в 2015 году мы, собственно, пилили маничат Там и на Мидо месяц И потом, как бы, отец переехал как раз в долину И он сказал, как бы, мужик, тебе нужно посмотреть, что здесь происходит Ты до этого жил в России? Да, да И все проекты делал в России? Да, да, все проекты в России Я долго не хотел этого делать Потому что, как бы, ну, то, что мы делали с Телеграмом Не имело никакого отношения к Америке Ну, как бы, пока ты не там Ты не понимаешь, как бы, зачем тебе это нужно Когда, как бы, умные люди говорят Как бы, ну, надо делать Собственно, поехали туда Есть общие круги, там, общались с народом и так далее Все время, на самом деле, большую часть времени Я сидел там, честно скажу, сидел дома Потому что, как бы, ну, у нас рос очень сильно Наш Телеграмовский проект Прямо, когда я говорю, очень сильно Там, ну, там, типа, 50% в месяц То есть, ну, как бы, очень-очень быстро Мы буквально Телеграмовский проект мы нечаем Это, да, да, наша платформа на Телеграме Там, мы запустились в, там, августе В октябре у нас было 20 тысяч ботов Любая компания может сделать себе бот Да, да Сама Без ботов Да, именно, именно в этом и весь смысл То, что тебе не нужно знание программирования Тебе не нужно ничего Ты можешь просто через визуальный интерфейс Взять и собрать себе вот что-то Вот Для того, чтобы достигать бизнес-президентатов Ты понимаешь, что, как бы, все Жизнь внутри уже там невозможна Или как это было? Как потом? Ну, смотри, то есть, я же, помимо этого Ну, у меня, как бы, основное мое увлечение Это психоанализ и духовные практики Поэтому это мне значительно помогало У меня нет только одной точки приложения Да, то есть, я еще и этим занимался параллельно Ну, как бы, понятно, мне там, костыль выбили Я стал заниматься своим основным увлечением И я понял, что, как бы, ну, это моя история То есть, мне нравится людям рассказывать про, там, мой путь, там, духовный Говорить, ну, где, куда не надо идти Куда надо, потому что там, на самом деле, такая тема с этой духовностью То есть, как я считаю, я основательно в этом разобрался И могу людей консультировать по этим вопросам, да О, а можешь мне определить, или это долго? Ну, на самом деле, быстро ты на месте Да, все нормально? Ты на месте, ну, потому что по тебе видно Ты радостный, счастливый, да, тебе нравится снимать эти штуки Быть в кадре, да, то есть, инстаграм заниматься Мне кажется, это твоя тема вообще, гивы проводить То есть, ну, видно, что ты прям светишься, да, и поэтому очень хорошо Ты понимаешь, что ты не на своем месте И что ты дальше делаешь? Какие действия? Ты приходишь к владельцам и говоришь, все Понимаешь, там власть постепенно уходит от тебя Более того, я сам предложил эту кандидатуру То есть, ну, такое, то есть, ну, я думал, это будет управляющий, там, ну, директор Я буду командир, соответственно, он будет Но так не получается, потому что, как бы, основные инвесторы, ну, как бы, спускают свои задачи И он их начинает выполнять Но ты пытаешься с этим бороться, говорить, ребятам, блин, чего вы сделали Зачем вы это выпустили, это не работает, потому что это, это, это Пытаешься доводы приводить Но особо ничего не меняется Ты в какой-то момент ты садишься и понимаешь, все Я ничего не хочу туда вкладывать больше вообще Буду заниматься, ну, тем, чем нравится мне То есть, я запустил онлайн-школу, вот, я там занимаю У меня называется апгрейд человека Вот, я там стал людям рассказывать, соответственно, что, как надо делать Потому что проблема у людей такая, что мы впадаем в какие-то шаблоны социальные Типа дом, там, машина, там, семья, бабки Вот эти вещи, они нужны там, ну, не то, что нужны А счастье от них получают определенные люди с определенными характеристиками и свойствами То есть, бизнесу невозможно научить всех То есть, это, это должны быть, ну, определенные именно врожденные свойства человека, да То есть, и он эти свойства использует Приходят люди, я вот знаю, там, на бизнес-тренинге Такие, ну, такие, ну, мастера, как вот эти смешные И пытаются, вот, ну, записывая все внимательно, блокнотик, короче, все знают Но не могут запуститься Я знаю, как таким людям помогать То есть, что им надо делать в жизни, чтобы получать радость и счастье И вот, ну, попадаем в эти шаблоны Ну, и тратим свою жизнь на погоню за чужим счастьем, условно Потому что для кого-то это бизнес, для кого-то это семья Для кого-то это смысл жизни, для кого-то это любовь Как вы в итоге пришли к тому, чтобы продать компанию? Ну, есть на рынке такие ребята, которые занимаются сделками То есть, они понимают, вот, например, есть Северсталь Которая купила нетологию И дальше логичное завершение, типа, это нас купить Но мы-то об этом не знаем Вот, и есть такие люди, которые склеивают эти сделки Вот, один из таких людей пришел ко мне Опять же, через моих там знакомых Они дали ему телефон Говорит, слушай, ну, давай это, продадим Либо твоих партнеров выкупят И ты будешь, соответственно, опять у руля Либо они вас полностью выкупят А я, на самом деле, уже согласен на то и на то Потому что, ну, блин Либо я уже становлюсь у руля Там, как возвращение Стива Джобса, условно говоря Да Либо уже надо все продавать Мика, супер важный вопрос Для всех начинающих, для тех, кто вынашивает идеи Или уже есть какой-то маленький бизнес Какие самые, вот, топ популярных ошибок всех стартаперов? Надо разделить, наверное, стартапы, в первую очередь На те стартапы, которые пытаются решить какую-то совсем новую проблему И те стартапы, которые сейчас просто стало модным называть просто любой начинающий бизнес стартапом То есть даже если ты открываешь, там, не знаю, ресторан или, там, что-то еще, как бы, то ты тоже, как бы, делаешь стартап Для проектов, которые решают какую-то реально новую штуку Самая главная ошибка, это то, что люди придумывают какую-то проблему И потом ее решают Проблема, которая на самом деле не существует Единственный способ его избежать, как бы, это быть очень таким честным с собой И действительно понять, что это невыдуманная проблема А там действительно есть opportunity То есть там действительно есть некая незакрытая потребность Где ты, решив эту проблему для человека, можешь создать бизнес Как это понять? Есть много разных методик, начиная от просто, как бы, известного, я не знаю, в стартап-кругах, в технологических Ну, Мамстест, отличная книга Которая просто рассказывает про то, как правильно делать так называемый Мамстест, ребят, посчитайте Кастомер-девелопмент По сути, она учит правильно задавать вопросы Не спрашивать такие вопросы, которые приведут вас к тому мнению, которое у вас уже есть Следующей ошибкой была бы неправильная команда Фаундинг-тим То есть одна из, один из самых больших, часто, частых таких причин того, что стартапы заканчиваются Это так называемый founder-конфликт То есть то, что между фаундерами происходит какой-то, ну, люди что-то не поделили Как-то не договорились и все пошло не так Люди очень как-то относятся часто к своим партнерам Не поверхностно, как бы, а очень так быстро пытаются Они, вот у них есть идеи, им нужен как можно быстрее человек И они готовы взять кого угодно, первого попавшегося там Слушай, у тебя есть человек, который знает эту штуку, познакомь меня, мы сделаем вместе проект Да Чего они часто не понимают, это то, что Когда ты берешь себе своего, как бы, когда вы с партнером решаете что-то сделать вместе То вам, там, в хорошем, хороший результат, то, что вам следующие 5, 10, там, 20 лет работать вместе Да И вместе руководить компании, нанимать народ, строить культуру и так далее, и так далее И к этому не стоило бы подходить менее основательно, чем, там, к поиску жены Наверное, третья штука, это будет то, что люди слишком долго, много времени берут на то, чтобы запуститься И на то, чтобы начать тестировать уже в реальности То есть очень часто люди собираются, у них есть какая-то, может быть, даже реальная проблема И они начинают делать, и они делают это, не знаю, несколько месяцев, полгода, там, сколько угодно долго Не получая обратной связи от рынка Если ты не получаешь долгое время обратной связи от рынка, ты, скорее всего, делаешь не то, что нужно рынку Да, огонь, ребята, это три самые большие ошибки Пожалуйста, не совершайте их, хотя вы на 10% их совершите И это нормально И это нормально Главное на них научиться и двинуться дальше Мы совершили все эти ошибки, брата мой Да, давай, красава, Мик Давай вот за 17 лет, что ты понял, вот самое важное, что можешь, если вернуться на 17 лет назад Что бы ты сказал сам себе? По возможности не продавать компанию Если вы можете существовать самостоятельно, не нужны дополнительные деньги Первое Второе Если вы поругались с другом из-за денег, как у нас это было с моим партнером Все-таки найдите себе силы примириться Это возможно, потому что, ну, как бы, там было просто много эмоций Если бы это было сейчас, мы явно бы нашли какое-то, ну, логичное решение И вышли бы из этого конфликта Вот Третье Делайте всегда только то, что приносит радость и удовольствие Вот Ну, естественно, бывают периоды, когда ты терпишь, да? Ну, как бы, ну, ты знаешь, ради чего ты Как тренировка То есть ты тренируешься и понимаешь, что, ну, ради того, чтобы там мышцы были Или радость была и так далее Вот Ну, когда ты уже год, второй, блин, третий впахиваешь и тебе нет радости Иди ищи радость Потому что эта жизнь, она одна Да, ребята, радуйтесь жизни Ищите в конфликтах способы их решать И не продавайте компанию, если видите в ней свое будущее Это совет от Антона Антон, который продал компанию за 500 миллионов рублей Его, я думаю, что стоит послушать Давай, спасибо, Тан Спасибо Огонь Ну что, друзья, как вам наши гости? Блин, мне было очень интересно В голове просто тысячи инсайтов Я надеюсь, что у вас тоже Напишите в комментариях, что вам запомнилось больше всего И в какой области вы бы хотели еще видеть гостей И, конечно же, подписывайтесь на канал Поддержите лайком Ну и расшарьте это видео, если оно вам реально понравилось Спасибо за вашу поддержку До встречи, пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok